Итак, продолжаем массаж ног сзади, лежа сзади, сет номер два. То есть мы бедро закончили, сет номер один, передвинулись к колену, таким элементом ножничками, протерли его, как следует, растерли, перешли сразу на всю икру, растираем ее круговыми, такими вот спиралевидными движениями, тоже визуально разделяем кровножную мышцу на две половины, и получается у нас одна спираль, одну половину, другую, другую, вот такими движениями захватывая снизу, подхватывая как бы, да, доходим до ахиллого сухожилия, его можно посильнее зажать между запястьями своими, ну, либо между большим пальцем, и вот там вот один его разминаем, и потом большими пальчиками, раздвигая как бы мышцы друг от друга, плавно уходим в стороны, после этого поднимаем ногу и заголим мягко ее как будто вытягиваем, это движение обычно очень приятно бывает, да, приятно тебе? уперлись, вернее положили ногу вот на месте сгиба, да, на свою ладонь, а другой ладонью, вот как марсист отростки, помните, зажимали между этими, зажимаем ахиллого сухожилия, и его, так лежи, расслабься, и его растрясаем вот так вот, чтобы подвижность стопы еще увеличивалась, видно, да, там, что оно шевелится, после этого натянули стопу на себя, для этого даже корпусом вот отодвигаемся, ахиллого сухожилия натянулась, и между, вот как лапа леопарда, оно ложится вот между пальцами, да, достаточно сильно, круговыми движениями, как шестеренка, проминаем, и сразу же кулачок идет вдоль всей икроножной мышцы, дальше, 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 до седалищной кости, упираемся во мне со всей силой, в этот момент вторая рука, она как бы догоняла, и делаем такой таинственный захват, за берцовую кость, с той стороны, а лапсом упираемся в его пятку, получается, захват вот прочный такой, достаточно, вот, держит ногу, тут мы еще, я вам скажу, что есть точки долголетия, там, как это не видно, с той стороны, а вот это, наверное, будет видно, они вот как раз от косточки, где начинается берцовая кость, вдоль нее идут вот три-четыре точки, вот так, то есть, захватываю ногу, ну, как раз эти точки, что, дополнительно стимулируем, продавливаем, да, в чем хитрость, да, продавливаем, ну, может, это вот несколько раз, так, прокусирует в них, то есть, вот я натянул ногу на себя, да, а противоположен рукой уперся в следующем косте, таким образом, я вытягиваю ногу вытягиваю, и предупреждаю девушек, у вас сейчас ноги будут длинные, стройные, как у балерина, с этим вот, и далее, витский хитрый прием, я провел кулаком вокруг бедренной косточки, да, но при этом развернул ее сюда наружу, то есть, кость вывезнула за пятку, то есть, движение заканчивается тем, что, вот я локтем развернул ногу и отвел вокруг бедра, понимаете, так, расслабляемся, расслабляемся, возвращаемся назад, и далее у нас уже начинается такое глубокое проминание, с ахиллосухожилия, опять идем по внутренней части, медиальной, по внешней части, но тут похоже, вот уже немножко на то, что мы с бедром делали, теперь все вместе, вот такое вот скручивание, теперь вместе, ну, мы, как бы, вот как я показывал, возьми, мы, как бы, приподнимаем обе мышцы с той, с другой стороны, приподняли их, вот, растянули друг от друга, и так вот немножко, вот, отпускаем их на растяжение, заметите, сейчас сложно будет, но вы пытаетесь понять, вот, начинаем, ну, за хиллосухожилия, раз, не растянул, раз, и растянул, ну, если помните, вот на шее мы тоже самое делали, тут все хорошо получилось, да, вот, растянули, дошли до, до места сгиба под коленой чашечки, да, и туда нагнетаем массу, вот так вот можно пряматься. А почему, для чего нагнетаем? А мы тянем лимфу, да, здесь находятся лимфоузлы, да, мы на них давить не будем сильно, но проходите, растирать их бузом. Сейчас мы все, я обычно обдавливаю перед тем, как рекору делать уже, чтобы лучше лимфоузлы. Да, чтобы лучше лимфоузлы проходило, потом вот такой вот есть прием, в них еще отложил эти места, вдруг подругу, чтобы аккуратненько было давление. Комбайн. Да, такой комбайн, наверное, да. И все, и уводим дальше, и уводим вот эту вот нагнетенную массу лимфоузлы и жидкости. Там в паху, да, прям вот сюда в паху, вот там завершаем все наши движения. Так, а дальше пойдет работа посложнее, то есть еще глубже. Опять щетеренки делаем, большие пальцы у нас будут расходиться достаточно сильно, а сбоку мы подкатываем как бы ткань к большим пальцам. Получается, как бы, такой щипательное немножко движение. Вешать все равно к самым сторонам. То есть по часовой выходит. Да, уже, да, бедво опять включаем это движение. Поэтому стойка у нас достаточно широкая. Мы движемся от пятки до ягодицы. То есть мы как-то икре больше внимания уделяем чем-нибудь? Да не больше внимания, что за комментарии. Мы от икры просто дополнительно еще дорабатываем. Поэтому мы бедрона достаточно быстро делать, да. Дорабатываем и мы теперь вместе с икрой. Потому что там ткань-то уже размяты впереди, да. Они уже, проточность у них больше. Они больше в себя еще дополнительно подтягиваем, как бы уйдет. Вот соки. Отсюда мы их подаем. Следующий прием. Тоже самое, что на бедре. Получается на всю поверхность. И дальше. Три прохода. Три прохода лимфатические трубы Гудвина. Первая труба. Когда мы зажимаем между двоими руками. И тянем по очереди, как бы, в мышцу. Вот так вот складывая. Если мы до этого это делали пальчиками. Да. Вот так вот. Теперь мы будем обе мышцы с двух сторон. Вот так вот по очереди идти. Между бедрами. Ой, в смысле. Между запястьями. Делается это тоже медленно. Но достаточно жестко. Будет больно. Некоторые там дамы кричат. Для чего? Еще раз повторяюсь. Из названия. Лимфу Гудвина. Как бы ладошки переставляем, да? Да. По очереди. Вместе с... Вот тут, кстати, можно. То же колено брать. Вместе с рот тоже охватывается снизу. И доходим до конца. Но я сейчас не сильно давлю. Несильно давлю. Несильно давлю. Несильно давлю. Несильно. Несильно. Следующая лимфатическая труба. Это такое паукообразное движение. Мы делаем, когда у нас с обеих сторон получается по пять пальцев. Вы пытаетесь так сделать. Одну и другую поставили. И сейчас будем сжимать. Да. Ну, немножко ты... Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да. Еще раз вернем палец в палец. Ближе большой к этим боку. Вот так, да. И будем сжимать снизу вверх. Снизу вверх. Вести. По очереди, да. Не просто так, да. А нижние первые, верхние последние. Нажимаем. И вот так вот идем. Некоторые клиенты говорят, что чувствуют в этот момент, как их ногу пожирает какой-то гигантский осьминог. Фантастика. Потихонечку вот так вот. Проходим. Доберемся. Так. И все. Спускаем. То есть, поздно прохода. Да, да. Да, да. После таких, кстати, массажей человек, в принципе, закономерно пробежит в туалет. Минут через пять-десять. Следующая. Третья фактическая труба. Гудрин. Это когда мы делаем кольцо из двух рук. И, да. Прожимаем. И можем менять диаметр. Диаметр. Можем менять. Менять как это. Ну, подключиваю еще даже немножко. Представляете, что как будто бы этого с консервного банка чуть хуже диаметром, чем апельсин. И вам нужно апельсин туда продавить через него. Как раз вот эта борьба против апельсиновых корок в женщин. Вот с самого узкого места начинаем, да? И потихоньку расширяемся. Там, где надо, можем маневрировать диаметром. Паштет выдавки. Да, выдавки. Резик вылез. Паштет. Главное, чтобы там легкое помидло потом не выдавилось. Так, и после этого мы пойдем к положению икры. Она еще не закончена, но вот в таком положении вертикальном. А проводки икры в таком положении. Это у нас будет сет номер три. Так что не отключайтесь, а смотрите нас дальше. А на самом деле переходите на тренинг здесь весело и очень практично и познавательно.